Сегодня я расскажу как сделать своими руками Wi-Fi ловушку способную выловить даже слабый открытый Wi-Fi на огромном расстоянии Вдохновляясь космическими разработками родилась идея создать новую Wi-Fi пушку в три раза длиннее и в десять раз мощнее Для этого нам понадобятся крышки для консервирования шпилька М8, которую можно купить в хозяйственном магазине гайки к ней и провод с коннектором Первым делом нужно просверлить отверстие ровно посередине Чтобы найти центр, прикладываем линейку, чтобы эти концы сошлись с краями и потом аккуратно две полосы делаем здесь и под 90 градусов делаем то же самое и тут будет центр Берем дрельку, сверлим дырку аккуратно Рекомендую сразу просверлить все их вместе Вот такая красота получилась Но нам надо диаметр М8, 8 миллиметров Поэтому берем сверло потолще и расширяем дырку Как вам такой прикол Смотрите, какая прелесть Теперь нужно вырезать диски нужного размера Первый диск у нас 90 миллиметров То есть ровно такой, как крышка Ничего не обрезаем Второй диск у нас размером 68 миллиметров Третий 50 миллиметров А все остальные 17 штук по 40 миллиметров Размечаем 40 миллиметров Чтобы разметить ровную окружность, нужен циркуль Но если нет циркуля, можно воспользоваться обычной скрепкой Для этого разгибаем ее вот таким образом И аккуратно ее вращая, нацарапываем окружность Смотрите, какая ровная окружность Не хуже, чем обычным циркулем По такому же принципу размечаем все остальные крышки Следующий этап Берем ножницы и вырезаем На удивление, очень легко режется жесть ножницами Надо резать очень ровно стараться Потому что отклонение более чем на миллиметр Значительно ухудшит работоспособность нашей антенны Вот такая куча обрезков получилась В результате у нас получается 17 дисков размером по 4 сантиметра Один размером 5 сантиметров, один размером 68 миллиметров И самый большой 9 сантиметров мы его не резали Так как крышка и является 9 сантиметровой Теперь нам нужно проделать отверстие для подключения кабеля Оно делается в двух самых больших дисках Важно его сделать ровно на расстоянии 20 миллиметров от края Отмеряем, ставим точечку Точечка есть Отверстие под кабель делаем сверлом 7 миллиметров Отлично Для центральной жилы кабеля делаем очень тоненькое маленькое отверстие Диаметром где-то 0,7 миллиметра Первый диск совмещаем со вторым И аккуратненько вот здесь сверлим дырочку Ровно-ровно посередине Есть Ну а теперь самое интересное Сборка Берем наши гайки Накручиваем на шпильки И устанавливаем диски на определенном расстоянии друг от друга Затягивая их гайками Как мы видим они легко одеваются Потому что размеры у нас все точно посчитаны И гаечками затягиваются Вот таким вот образом Кстати длина шпильки должна равняться полметра А теперь Опа 17 штук уже закрепил Осталось еще 3 Смотрите что получилось С помощью гаечек Выстанавливаем точное расстояние между дисками Между всеми маленькими дисками должно быть по 22 миллиметра Выставить его довольно просто Это 7 витков резьбы между гайками Последние 3 диска которые чуть-чуть другого размера Между ними соответственно расстояние будет 12 миллиметров 9 миллиметров И 7 миллиметров 12 миллиметров это у меня получилось ровно 2 гайки 9 миллиметров это гайка и 2 шайбы 7 миллиметров гайка и 1 шайба Вот такая красивая антенна получилась Теперь остается подсоединить кабель и можно тестировать Меня часто спрашивают какой банковской картой я пользуюсь и оплачиваю свои покупки У меня есть ответ Мне помогает в этом дебетовая карта Тинькофф Блэк Только с Тинькофф Блэк я получаю 6% годовых на остаток по счету каждый месяц 1% кэшбэка и 5% на 3 выбранные категории Там могут быть например супермаркеты, автозапчасти или развлечения У каждого свои и до 30% у партнеров Есть свои банкоматы где можно совершать операции даже без карты Бесплатно снимать наличные в любых банкоматах по всему миру И бесплатно переводить деньги, но в рамках лимита У Тинькофф Банка очень крутое мобильное приложение Которое сообщит о налогах и о штрафах которые нужно оплатить И все онлайн, быстро и удобно Это не просто банк, это целая экосистема продуктов Заказавшие Тинькофф карту по моей ссылке в описании И совершившие первую покупку от 1000 рублей 1500 рублей кэшбэка вернется рублями Самый ответственный момент сборки это подсоединение провода Главное сделать это правильно без ошибок Иначе антенна вообще работать не будет Я покажу как это можно сделать вообще без пайки Видите такой бортик есть Вот в него нужно зажать нашу крышку Они прямо туда входят видно визуально Это обеспечивает надежный контакт И прочную фиксацию провода Смотрите как оно плотное Вообще сейчас не разорвешь Если у вас на модеме или устройстве Два провода идет на Wi-Fi То тогда нужно подсоединить будет два провода к этой антенне Разница в отверстиях должна между ними быть строго 90 градусов Тогда антенна заработает двойной поляризацией Соответственно будет хорошая скорость интернета Если же один провод как в нашем случае Просто сверлим одно отверстие И аккуратно оставляя первый диск Замещаем это отверстие с центральной жилой О, мне видно что он уже зашел Закручиваем Подтягиваем Чтобы оно не болталось Смотрим что провод не перекосило в этот момент Сейчас мы видим Затянул провод на провод не перекосило Отлично Вот видите там чуть-чуть выступает заусенцы Мы их плотно сжимаем За счет этого обеспечивается хороший контакт И никакой пайки Все, теперь можно ее тестировать Вот такой мы купили Wi-Fi адаптер Это считается один из самых мощных Так, новенькая Диск, не знаю зачем В общем, вот он Откручиваем штатную антенну И на это место прикручиваем кабель с нашей Wi-Fi ловушки Разъем идет в комплекте с кабелем от спутников АТВ Сюда накручиваем переходничок Плотненько А второй конец прикручиваем к нашему адаптеру Теперь остается включить его сюда И можно пользоваться Замарался этот диод Устанавливаем нашу антенну возле окна И что мы тут видим Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь сетей Должно быть больше Сейчас чуть-чуть повернем Такую антенну надо точно в цель направлять Как ружье Выяснилось, что где-то вот с того направления Ловит аж два открытых Wi-Fi Пробуем подключаться Разумеется, пароля тут нету Пишет четыре палочки Free Wi-Fi Доступ к интернету есть Страничка загружается Давайте попробуем видосик открыть Последний на канале О, сразу пошло Врубается на 720 в качестве Ну почти в максималке Тем не менее, это хороший результат Ну для полноты экспериментом Конечно же, ну конечно же должны замерить скорость Заходим в другой браузер Запускаем такую программулину как Speedtest И смотрим на вот этот спидометр У нас показывают 7, 8 Давай, давай Это уже очень неплохо 8 мегабит на прием И 1 мегабит на отдачу Очень неплохой результат Это вполне должно хватить на YouTube И также практически на весь интернет С таким Wi-Fi Хоть сайт Пентагона взламывай Все равно никто тебя не вычислит Ну что, настало время испытать Эту антенну в городских условиях Погнали Вот, отличное место для тестов Попробуем здесь Так, включаем Ого-го Как мы видим, бесплатный Wi-Fi ловит на все 5 полосочек Ну, даже больше, чем я ожидал Ничего себе 7, скорость 8 Я вам скажу Скорость очень даже неплохая Как для бесплатного интернета Кстати, эту антенну Можно подключить напрямую к планшету Не покупая USB адаптер После беглого осмотра Стало понятно Что вот это у нас GSM антенна Мы ее не трогаем Вот на нее разъем А вот это у нас Wi-Fi Аккуратненько снимаем разъем Оп Вот она отошел И на его место Подсоединяем Пихтейл У нее имеется целая коллекция Накручиваем пихтейл На кабель нашей Wi-Fi ловушки Чтобы не выскакивало Рекомендуется изолентой Или чем-то Просто кабелю так примотать Немножко упрямый Это нормально Для такого типа кабелей Оп Вот такая вот примерно картина выйдет У нас используется только лишь Wi-Fi Антенна наша Кабель и планшет Никаких дополнительных устройств Сейчас я вам покажу Как подключить эту антенну Напрямую к ноутбуку Сами в пользу лотоса Снимаем заднюю крышку И что мы тут видим Встроенный Wi-Fi адаптер На нем будет такая надпись ВЛАН Нужен черненький Есть Вот он пихтейл Смотрите Такая Жаль он не подошел Но ничего Мы закажем с Алиэкспресса Вот такой вот маленький Чтоб оно все подошло Но лучше на мой взгляд Перераздать бесплатный интернет Сразу на все устройства в доме Для этого потребуется К этому адаптеру Подсоединить роутер тенда В принципе может быть любой роутер Главное чтобы он поддерживал USB модемы Вставляем в этот разъемчик Наш Wi-Fi адаптер И получается что мы Принимаем Wi-Fi бесплатный Он как бы усиливается антенной И перераздываем его через наш роутер В этой схеме есть одна особенность Важно настроить роутер На другую частоту Иначе он сам себя начнет улавливать И полностью заглушит интернет Но если вам трудно собрать такую антенну То можно купить уже готовую Под кодовым названием BDM2 Подробнее о том на что же способны готовые антенны Будет в следующем видео Подписывайтесь на наш канал